Здравствуйте, уважаемые зрители! Многие из нас радуются уходу западных компаний, мол, освобождают место для нашего родного отечественного бизнеса. Я на самом деле, конечно, тоже радуюсь, но я при этом учитываю и другие не очень приятные вещи. Например, что отечественный в кавышках бизнес совсем не веселяет в меня веру в светлое будущее. Кстати, с вами Игорь Таланцев и это канал Политика Просто. В 90-е годы наш отечественный бизнес в кавышках уже разрушил нашу промышленность, так что иной раз западные собственники гораздо лучше, чем наши российские олигархи. В связи с этим многие эксперты предрекают России череду банкротств крупных компаний. И я сейчас объясню, почему это может произойти. Начну с положительных примеров ухода западных компаний. Третьего дня на российских прилавках появилась кириллическая замена шампуней Шаума и Сиес. Дело в том, что наши бизнесмены купили активы немецкой компании Хенкель и переделали бренд на российский лад. Это хороший пример. Но есть и плохие примеры. Например, вкусная точка за 22-й год получил убыток на уровне 11 миллиардов рублей. И что с ним будет дальше, одному богу известно. Потому что изначально собственник просто надеялся быстро перепродать компанию обратно Макдональдсу. Да-да, друзья мои, просто вернуть Макдональдсу компанию. Но пока эти планы по понятным причинам не реализуются. И что он будет делать дальше? Это вопрос. Как вы знаете, западные компании продают свои активы с большим дисконтом. И насколько я понимаю, этого требует закон. Получается что-то отдаленно похожее на залоговые аукционы 90-х годов. Правда, в этот раз страдают западные компании. И это, конечно, хорошо. Однако, будет ли нам легче, если мы очередной раз потеряем нашу промышленность? Потому что эти вот новые собственники ее просто развалят. И продадут на иголки. Поэтому-то власти, кстати говоря, уговаривают западные компании оставаться. По сути, проблемы с продажей активов и обязательные дисконты для западных владельцев для того и придумали, чтобы они не уходили с рынка. А не для того, чтобы обогатить местных бизнесменов и олигархов. И это работает, что самое приятное. В результате примерно 90% западных компаний так или иначе остались на нашем рынке. То есть методы действуют. Однако 10% компаний все же ушли. И многие наши бизнесмены купили западные предприятия, чтобы получить быструю прибыль. Да, чего уж тут таить греха. Вполне очевидно, что у новых собственников нет планов развития производств. Они купили бизнес, чтобы его перепродать. Либо другим российским бизнесменам, либо бывшим западным владельцам. А если они продать его не смогут, нас ждет вал банкротств. Некоторые ценные предприятия и заводы пойдут на металлолом, как это было в 90-е годы. Тогда приближенные к Ельцину олигархи покупали заводы за копейки и продавали на цветные металлы. И сейчас ситуация будет отличаться мало. Если бизнесмен покупает завод со скидкой, он может просто продать станки и оборудование и далее по списку. И быстро получить прибыль. Насколько я понимаю, закон такого не запрещает. Понятное дело, что я все же надеюсь, что повторений 90-х годов у нас не будет. И государство найдет управу на духовных продолжателей дела ельцинских олигархов. Надо как-то защищать предприятия не только от запада, но и от новых российских, а отечественных в кавычках, собственников. Осталось сказать или повторить очевидную вещь. Российские собственники ничем не лучше западных, может даже хуже. Западный собственник хотя бы потратил миллиарды долларов на развитие производства. И он им поэтому дорожит. А купивший за бесценок российский олигарх хочет просто быстрых денег, как в 90-е годы. Лично у меня никакой особенной веры в отечественный ответственный бизнес нет. Так что стоит порадоваться тому, что большинство западных компаний все же остаются работать в России. Потому что новые олигархи нам точно не нужны. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и делайте липосты. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok